Привет всем! Хочу рассказать о пастах, которые я использую для правки ножей и о различиях между ними. Для начала только хочу сказать, что в России существует так называемая паста ГОИ в нескольких модификациях. И честно говоря, я затрудняюсь сказать, насколько пасты, которыми я пользуюсь, являются эквивалентами российских паст ГОИ. Так как градация в этих пастах, которые я использую, она идет по цветам. Вот об этих цветах я и хочу рассказать поподробнее, что они означают и чем они различаются между собой. Цвета, которые у меня есть, о которых я могу реально рассказать, это зеленый, белый, красный и черный. Кроме того, вы можете видеть, что все они находятся в разных упаковках, то есть все они произведены разными фирмами. Но прелесть этой системы цветовой в том, что в тот момент, как вы знаете, какой именно цвет вам нужен, вы можете заказывать у любого производителя и получите именно то, что вам нужно. Значит, существует очень четкая классификация этих цветовых паст по грубости. И вначале я эту классификацию не знал, и первые две пасты, которые попали ко мне, это была вот белая и зеленая. Давайте посмотрим, как они выглядят. И, естественно, я искал пасту, которая максимально подходит мне, конечно же, методом проб и ошибок. То есть я пользовался зеленой, пользовался белой и смотрел, какой будет результат. Как я уже говорил в своих роликах по заточке, белая паста подходит мне идеально, вы видите, то есть насколько она изношена тоже по сравнению с зеленой. То есть зеленую я наносил буквально несколько раз в виде каких-то опытов, тренировок. И каждый раз я понимал, что зеленая намного слабее, чем белая. И потом, по совету одного человека, я приобрел черную пасту для правки. Вот, Polishing Compound Black. И, попользовавшись ей, я понял, что черная паста, она очень похожа на белую, но она немножко грубее. И, в принципе, эти две пасты могут дополнять друг друга. И еще очень интересная вещь, которую я узнал, когда приобрел черную пасту. Это вот здесь вот на коробочке идет четкая классификация всех-всех-всех цветов от грубого к мягкому. И в этот момент уже, конечно, все стало на свои места. Значит, самая мягкая паста – это голубая. Потом идет красная. Вот красная у меня есть. Я, в принципе, ей ни разу не пользовался. Она пришла у меня в подарок вот этой вот дощечки для правки. Но здесь вот видно, что она, в принципе, предпоследняя по мягкости. То есть она даже мягче, чем зеленая. Ну, в принципе, толку от нее для ножей не будет. Такими пастами пользуются обычно какие-то ювелиры или что-то такое. Значит, следом идет зеленая. Потом идет белая. То есть белая, она грубее, чем зеленая. По многих местах я встречал, что белая паста также называется алмазная паста. Может быть, это и так. Следом идет у нас предпоследняя по грубости – это коричневая. Коричневую я никогда не видел даже в продаже. И потом идет черная. Значит, черная на самом деле – это самая грубая паста. Когда я пользуюсь черной пастой, я даже немножко экспериментировал. И если у меня была, скажем, полированная режущая кромка, и я наносил черную пасту, то я мог видеть даже микроцарапинки на вот этой вот полированной поверхности. То есть в какой-то мере можно даже сказать, что черной пастой можно даже подточить нож. То есть, скажем, заточку вида конвекс, то есть выпуклую линзу, можно вполне подтачивать и поддерживать в остром состоянии черной пастой. Я так думаю, что вполне возможно. А в спарке с белой пастой у меня получается просто идеальный вариант. То есть я точу нож брусками, камнями, чем угодно. Потом я беру черную пасту. Она полирует клинок, но не сильно. И в конце я беру белую пасту, и она просто уже полирует клинок просто в зеркало. То есть на данный момент я не беру какие-то полировочные пленки от Apex Edge Pro. Я беру, в принципе, очень доступный вариант, где каждый человек может заполировать режущую кромку обычной пастой. Паста стоит очень дешево, в районе 3-4 долларов. За вот такой вот брусочек, которого вам хватит просто на 100 лет. Кроме того, вам понадобится кусочек кожи на деревяшечке. Вот так вот это выглядит до того, как здесь что-нибудь нанесено. Просто наносите пасту и пользуйтесь. Я сделаю отдельное видео о том, как наносить пасту. Так как, скажем, зеленая или красная пасты, они очень мягкие, они очень легко будут наноситься на кожаную поверхность. Но, как я уже сказал, толку от них будет мало. А вот черная паста и белая, они сами по себе очень жесткие, очень плотные, и их очень тяжело наносить на поверхность. Очень трудно, как бы, равномерно здесь распределить слой пасты. И я покажу, как это сделать, то есть вот как здесь. Очень равномерно мы наносим, скажем, черную пасту. Черная это, ну то есть она самая грубая, самое тяжело ее наносить. Значит, конечно, основная вещь, которую я хотел показать в этом видео, это вот классификация паст, которая, в принципе, расставляет все точки над «и». Значит, самая грубая у нас, но все-таки паст для полировки, самая грубая, это черная. Потом у нас идет коричневая, которую я никогда не видел в продаже. И потом в серединке у нас есть белая и зеленая, но белая все-таки немножко грубее. И вот это именно то, что нам нужно. Так как, в принципе, зеленая, может быть, она более мягкая, но она не так именно и полирует. То есть, если у вас какие-то твердые стали на ножах, то будет труднее отполировать зеленой пастой. И белой это намного легче делается. Все. Надеюсь, вам было интересно. Все поняли, что значат эти цвета, эти пасты. То есть, каждый решит уже, что ему нужнее. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...